В 41-м парады прошли в трех городах. В Москве, Воронеже и Куйбышеве. Именно в запасной столице прошел самый масштабный. 25 тысяч человек прошли по самой крупной площади в Европе и сразу после демонстрации отправились на фронт. Военный парад в Куйбышеве был стратегически важен для всей страны. На нем присутствовали иностранные послы и военные атташе, журналисты. Увидев мощь Красной Армии, Япония и Турция в войну вступить не решились. На сегодняшний парад тоже приехали дипломаты из разных стран. Грейм Михан, посол Австралии в России, делится своими воспоминаниями о тех сложных временах. Его семью война тоже не обошла стороной. Отец попал в артиллерийские войска. Для меня очень важно, чтобы мы помним это. Во время войны у нас в Австралии, в Самаре было посольство и я думаю, что это важно упоминать связи между Самарой и Австралией. Сегодня мы видим, что 126 коробок, 7 тысяч личного состава здесь находятся на площади. И вот уже два часа идет парад. Это очень праздничное и приятно. На параде показали 45 видов исторической техники, в том числе и легендарный победный Т-34. Лейтмотивом парада стала история нашего земляка Владимира Чудайкина. В апреле 44 года он попал в Красную армию. В первом в своей жизни бою уничтожил три самоходных орудия противника. Отличился в ходе взятия Берлина. Командир танка погиб и его обязанности исполнял Чудайкин. В бою прикрывал наступающую пехоту огнем и броней. Я очень счастлив и горжусь, что дожил до сегодняшнего дня. И вот я на этой площади прошел не пешком, а на машине в честь этого парада. Ветеранов Великой Отечественной войны поздравил губернатор Дмитрий Азаров. Дорогие ветераны, этот парад напоминает нам, без великого прошлого нет великого будущего. Именно в преемственности поколений, в духовном единстве залог укрепления и процветания нашей великой Родины. В небо над Самарой, как когда-то в 41-м, поднялся легендарный Ил-2. Его миссия – донести весточку из прошлого. На землю опустились тысячи фронтовых писем. Сражались не только за Родину, но и за жизнь раненых бойцов. Вот в таких небольших палатках медицинского батальона было сразу несколько операционных столов и кушеток. На площади Куйбышева работала полевая кухня. На специальные выставки зрители знакомили с оружием Великой Отечественной войны и исторической техникой. Парад памяти объединил не только ветеранов и военнослужащих, но и всех неравнодушных к судьбе Отечества граждан. Мария Ильевна, Николай Епифанов. События.